Почас конкурсных прослухований у стеногомельского Державного колледжа Мастацтву имя Соколовского шматлюдно и хвалююча. Поколь одны юные музыки демонструют свои творчые умения у концертной зале, иншая под ее дверыма отпрацовывать опошные детали своего выступления. Десятигадовая удельница конкурсу Лира Кондратьева проехала у Гомельс Борисова. Запляшима гэтой маленькой и деликатной, однаквельми працавитой и метанакерованной девчонки, и перемоги у подобных творчих конкурсах, аголовная, непередольная тяга до музыки и высокого мастацтва. Я занимаюсь музыкой два года. Саксофон, для меня легко на нем играть. Он мне нравится, красивый звук на нем. Я думаю, что буду все дальше, дальше быть музыкантом. Все летний международный детяшек конкурс «Музыка надея» объятна у один им творчим порыве около 120 юных музыков с 5 краин света. Гэты талиновитые и амбициозные конкурсанты из Беларуси, России, Украины, Молдовы и Эстонии. У целом гэты престижный и досыть вядомый музычный конкурс проводится уже у 13-й раз, и за гэты час у им приняли удел больше тысяч юных талентов с 8 краин. В этом году, впрочем, как и во все предыдущие, дети очень талантливые, музыкальные, одаренные. И каждый из них заслуживает, конечно, признание. Может, для кого-то этот конкурс будет новой ступенькой в их творческой карьере. Коли для конкурсантов гэты музычный марафон творчая пляцовка, якая дает шанс для реализации своих талентов, то для членов журы, уликуяких заслуженные артысты и дейшим астастов, гэтам ахчымасть одобрать наибольшь ярких и талиновитых юных выканауцов, які в будущем будут прославлять свою краину. За звание лепших удельники селетнего творчого спаборництва змагаются у звух узростовых группах. Яны демонструют свое майстерство, уволоданы духовыми и ударными инструментами. По выниках конкурсу, ягу пераможцы отрымают дыпломы и грошовые премии. Яны так сама выступить у заключенном концерте у стенах Гомельского державного колледжа Мастастаства и Мясоколовского подчас урашистого закрытия музыки надеи. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадо, компания Гомель.